здравствуйте уважаемые участники здравствуйте александр всех рад приветствовать на новом вебинаре с александром элдером как всегда будем говорить о рынках о трейдинге об инвестициях различных акциях будем говорить о том что происходит на рынке разберем отдельные бумаги но прежде чем мы начнем как всегда это предупреждение о рисках всегда важно понимать что торговля на финансовых рынках связаны с рисками с ними нужно разобраться ознакомиться о них мы тоже говорим в ходе наших встреч и еще раз обращаем ваше внимание перед началом данного вебинара для тех кто присутствует впервые на данном вебинаре скажу несколько слов о компании адмиралов мы являемся международным брокером работаем в различных юрисдикциях предоставляем услуги по для частных трейдеров инвесторов как раз услуги по трейдингу инвестициям самостоятельным предлагаем разные виды платформ начиная от метатрейдера до собственной платформы и мобильного приложения большое количество инструментов для инвестиций так и для трейдинга все это вы сможете найти на нашем сайте да или в мобильном приложении которое доступно также и для трейдинга и для инвестиций его можно скачать в app store в google play также хочу сказать что в адмиралов мы уделяем большое внимание обучению нашим клиентам до нашим участникам а поэтому очень рады что александр раз в месяц может нам присоединяться к нашим встречам на русском языке да и к встречам на английском языке раз в месяц кстати скажу что если хотите видеть александра два раза в месяц то вы можете это сделать еще и на английском языке а поэтому для того чтобы вы всегда были в курсе актуальной информации были в курсе и не пропустили следующие наши встречи с александром я пришлю в чат ссылки на наш youtube канал наш telegram канал где вы сможете подписаться и получать все обновления о новых выпусках которые происходят так как мы встречаемся раз в месяц мы обсуждаем рынок то я всегда готовлю небольшой такой скриншот собственно того что происходит на рынке но и и без меня да те кто за рынками следит видят что на рынке происходит коррекция до первых по рынку акции это видно и по индексам и в том числе по отдельным акциям здесь приведен пример как раз за предыдущий месяц акции из списка snp мы видим что большинство из них находится ниже нуля да то есть показали снижение до были отдельные бумаги которые упали более чем на 30 процентов до были отдельные бумаги которые выросли чуть больше десяти процентов но в среднем тенденция скажем так сентября она больше негативная чем позитивная кстати в рамках конкурса мы тоже это увидим примерно такая же картина и по акциям которые входят в индекс на в индекс nasdaq да есть отдельные акции отдельные бумаги которые показывали ростом порядка более 15 процентов но в среднем мы видим что рынок снижается и как раз об этом данном ключе было бы интересно обсудить рынок с александром до услышать его мнение и и как всегда в рамках наших встреч поговорить о текущей ситуации да той коррекции которая сейчас проходит на рынке посмотреть на ключевые инструменты разобрать несколько бумаг также подвести итоги конкурса который мы разыгрываем книгу александра и в конце также нашей встречи расскажу про индикаторы александр и про правила самого конкурса и также в конце нас будут ответ серии ответы на вопросы александр как уже сказал присоединяется к нам не первый раз делится своим опытом который он уже изложил в большом количестве книг до которые были изданы большом количестве обучающих материалов и последняя книга которая была переведена в том числе на русский язык как играть и выигрывать на бирже в 21 веке для тех кто ну я уже спрашиваю то есть нас большинство участников уже знакомы с александром да присоединяются не первый раз но для тех кто будет нас смотреть записи да я как раз александр вас представляю александр всегда очень рад вас видеть присутствовать на данном встрече также как и наши участники поэтому александр передаю слово вам спасибо большое роман за такое доброе введение с вами очень приятно работать и с удовольствием всегда это с большим удовольствием всегда это делаю на рынке сейчас сейчас действительно очень интересно все происходит если память не изменяет то в прошлый в прошлый месяц у нас не было вебинаров позапрошлого месяца я говорил них быки примите холодный душ не входите в возбуждение не закупайтесь особо потому что ситуация выглядит довольно шатко а сейчас по мере того как эта коррекция значит уже вошла в такой крутой размах и люди начинают паниковать его искать выбрасывать свои позиции то у меня противоположное мнение ну я не буду забегать вперед мы посмотрим на конкретные рынки и потом будем уже танцевать сказать от той печки но очень важно помнить что рынок это как огромный маятник он ходит туда-сюда туда-сюда и большинство людей бегают за этим маятником знаете это вот я в одной из своих книг сравнил я не видел я был в индии но я не видел этих факиров которые на дудочках гипнотизируют змей змеи на самом деле глухие но они видят вот движение факировано вправо влево и змея тоже ходит вправо влево а потом он меняет ритм и и хватает ее значит за горло вот рынок поступает также также с трейдерами рынок идет наверх все закупаются рынок начинает идти вниз толпа начинает все продавать у кого они закупаются у кого они продают ведь на кону стоят грубо говоря те же самые акции какая-то новая вышла какая-то старая закрылась но в принципе это те же акции то есть кто-то кто покупает есть по низам а большинство людей покупают по верхам а кто кто им продает по верхам да вот эти есть умные деньги и глупые деньги поэтому так вот просто тупо ходить за рынком он идет вверх закупаемся он идет вниз все продаем это не выигрышная стратегия важно определить мне думается важно определить разворотные моменты разворотные периоды это не момент разворотные периоды биржи и мне думается что мы как раз сейчас подходим к очередному такому периоду как хотите продолжать посмотрим ваши графики и потом уже я может какие-то индикаторы покажу да да можем можем начать с моих потом переключиться прекрасно вот у вас стоит график у вас стоит график snp недельный график для меня одна из основных концепций рынка это причем эта концепция не которую не я изобрел я помню еще таким достаточно зеленым новичком я услышал от очень опытного и успешного трейдера из чикаго такой был джей петер стайдл майя не знаю даже живу ли он еще или нет он и он говорил колоссальный умный был мужик немножко косные языки он говорил есть разница между ценой и ценностью цена это очень просто цена это вот то что с правой стороны экрана вот мы смотрим на snp и я высматриваю циферку если правильную 42 56.04 42 55.45 то есть немножко опускается вот вот эта цена любой кто не слепой и увидит а какова ценность snp вот эта вот цена она выше ценности или ниже ли это правильная ценность да цена меняется все время каждую секунду когда рынок открыт а какова ценность фундаментальные аналитики определяют ценность с помощью фундаментального анализа но это очень медленное занятие я технический аналитик и для меня определитель ценности это две скользящие средние которые у вас на экране красная это быстрая скользящая средняя синяя это медленная скользящая средняя быстро это соглашение о ценности среди краткосрочных трейдера синяя это медленная это соглашение о ценности среди долгосрочных трейдеров и вот цены живет вот этой вот зоне между двумя этими линиями которые кстати любой из я уверен вы скажете своим своим нашим слушателям что они могут у адмирал получить эту программу и так сказать то же самое видит на экране не нужно ждать месяц рынок был летом значительно выше ценности мало того что он был выше ценности если вы смотрите на недельный график вы видите как с каким бился головой в потолок верхнюю планку конверта этот зона ценности окружена конвертом который показывает маниакальные и депрессивные состояние биржи биржа была в депрессии в прошлом году ближе к левому краю вы видите когда она вываливалась вообще ниже нижнего конверта депрессия все развал все продаем да а может быть наоборот может быть не все продаем а наоборот ищем покупок или как вот летом сейчас близко к правому краю снп бился потолок ну все все вот бычий рынок все закупаемся закупаемся а может быть не закупаемся может быть снимать снимаем прибыль и готовимся коротеть идем дальше идем к правому краю где сейчас находится рынок он падает снп падает и снп ниже ценности то есть знаете как говорится готовь летом сани зимой телегу на рынке на рынке сейчас зима да цена ниже ценности это зима надо готовить телегу что-то грузить будем наверно скоро может быть уже сейчас немножко начнем смотрим ниже смотрим на смотрим на индикатор вот эту горизонтальная полоска такая это импульсная система она показывает что импульс сейчас вниз спорить с импульсом не стоит не стоит но надо быть готовым к тому что этот импульс применяет свой цвет а когда он применяет этот цвет а вот идем немножко ниже и вот тут мы сиди линии и мы сиди гистограммы и мы видим что мы сиди гистограмма уже настолько низко как она достигает рекордных уровнях достигает рекордного уровня значит еще несколько дней неделя может быть две и немножко поднимется гистограмма и все и тогда вот эта вот линейка посередине станет из красной синий а эта линейка это не то что она не говорит как торговать какую сторону торговать она говорит что запрещено когда она красная запрещено покупать когда она зеленая запрещено коротеть вот сейчас запрещено покупать но не запрещено смотреть смотрим на эту девушку трогать нельзя смотреть можно скоро возможно освободиться идем еще немножко ниже последний индикатор на этом графике это индекс силы и видите на вот стрелочка стоит роман чуть-чуть его загораживать ее по-моему вот вот спасибо стрелочка эта стрелочка показывает что огромный выброс объема идет на рынке этот огромный выброс это паника это паника это паника среди трейдеров все больше нет бычьего рынка все продаем продаем но кто-то покупает я поднимаю руку да а паникеры продают и вот эта вот стрелочка показывает на рынке происходит паника паника был такой великий финансист ротшильд собственно целая семья старик ротшильд имел пять сыновей и некоторые из его сыновей до сих пор занимают его потомков занимаются банковским делом тот спросил ротшильда а как делать деньги он говорит покупай когда кровь бежит по улицам вот она сейчас бежит так что покупаем или скорее даже даже ждем чтобы чуть-чуть приостановился этот поток и тогда приступаем к покупкам это недельный график смотрим теперь на дневной график справа да смп не только ниже ценности смп уже даже ниже конверта депрессия паника все горим бычий рынок закончился да может быть и нет но опять таки полоска импульсной системы красная покупать сейчас нельзя мы сидим гистограммы гистограммы красный вниз на рекордном уровне то есть малейшее чуть что и она тикнет немножко вверх и все после этого линейка из красный станет синий а самое интересное идем в нижнюю часть графика где вот индекс силы и мы просто смотрим на объем паники который был летом в центре этого графика и объем паники сейчас то есть пациент уже вытошнил почти все что мог и сейчас уже давится но уже ничего не идет да вот это вот он 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 продает а продавать уже нечего и вот начиная и даже немножко такая бычья дивергенция маленькая у самого правого края то есть подводя итоги рынок находится в очень серьезной коррекции бычий рынок начался прошлой весной рынок находится в очень серьезной коррекции и эта коррекция ближе к концу чем к началу вот так вот да это коррекция ближе к концу Я бы сказал, значительно ближе к концу, чем к началу. И следующая наша задача будет в этом же часе, но попозже немножко, мы начнем рассматривать какие-то индивидуальные акции и смотреть, а нет ли нам чего-либо купить. Вот так. Едем дальше. Александр, тогда продолжим по другим инструментам или вы бы хотели показать что-то со своего? Я думаю, по другим инструментам. Рассмотрим весь рынок. Я показал бы только индекс силы, но это уже потом. Извините, новых высот, новых низов. Хорошо. Вот так вот, да? Вот так примерно, да? То, что вы видите выше вот этой красной линии, по-английски называется false upside breakout – ложный пролом вверх. Рынок проламывается вверх, значит, все новички закупаются и западня на этом закрывается, когда рынок опускается ниже этой линии. Я считаю, что вот такие вот ложные проломы – это один из лучших сигналов в техническом анализе. И вот это произошло на немецком рынке. В то же самое время, смотрим на MACD гистограмму, посмотрите на эту великолепную дивергенцию. Где-то вот в октябре прошлого года какой был пик, и в апреле этого года какой был пик. Рынок гораздо выше, а гистограмма ниже. Это, собственно, показывает, что вот это и есть дивергенция. Более высокие цены, более низкий индикатор. Вот именно там. Вот это вот сила быков. Вот и все, что Роман Томшин секунду назад показывал. У правого края немецкий рынок обваливается. Закрылся, причем этот недельный график по самым низам. Ну, неделя молодая еще, неделя состоит только из двух с половиной дней. Сегодня среда. Хотя уже из трех дней, конечно, в Европе уже закрылся рынок. Это падающий нож. Вот никаких особых зацепок здесь нет. Ловить особенно не хочется. Идем к правому краю. Идем на правую сторону, где дневной график немецкого рынка. Колоссальный медвежий импульс. И вы видите, что вот последний штрих, да, последний или последний столбик, если вы хотите, весь столбик ниже конверта. То есть он даже не касается конверта, да. То есть верхушка столбика ниже конверта. Вот это падающий нож. Что это значит? Ну, естественно, рынок сильно перепродан. Если мы смотрим на индекс силы, то происходит паника продавцов. Естественно, будет какой-то отскок. Но вот что бы я ни стал, зачем бы я не пошел гоняться, это бы покупать этот отскок. Потому что такие вот жесткие совершенно донышки, они обычно тестируются потом. То есть такое сильное дно, отскок, а потом рынок опускается, в лучших случаях чуть-чуть ниже опускается, создает всяческие дивергенции. И вот тут имеет смысл, народ паникует, ах-ах-ах, новые низы, и вот тут и как раз я ищу покупки. То есть сейчас это такой очень отдаленный сигнал. Посматривай, посматривай, донышко будет. Коротить уже поздно, а покупать рано. Спасибо, Александр. Открываю евро к доллару. На недельном графике. Кстати, насчет ложных проломов вверх, да, вы видите, как они состоялись тоже. Дивергенция МСД-гистограммы, то же самое. И сейчас доллар становится все сильнее, евро все слабее. И в принципе, ну это все связано с финансовой политикой стран. Это не столько вопрос теханализа, сколько вопрос того, что когда изменится политика Центробанка Европы, если торговать евро, то смотрим на дневной график, и там вырисовывается система. Вы видите, как вот евро, он совершенно, тренд совершенно вниз, да. Но периодически, каждую неделю-две, евро поднимается в зону ценности. И вот тут и надо его бить по голове. Поднялся в зону ценности, закоротили. Опустился до конверта, сняли прибыль. Поднялся в зону ценности, закоротили. Опустился до нижнего конверта, сняли прибыль. Поэтому у самого правого края делать нечего. Покупать слишком рисково, коротить. Это было просто идиотизмом здесь, потому что... Буду избегать сильных слов. Рынок настолько перепродан, что коротить здесь, конечно, только для самых отчаянных и незнающих. Но будет какая-то ралли, и евро поднимется опять в зону ценности. Вот тут имеет смысл посмотреть, а нет ли опять возможности закоротить. Спасибо, Александр. Открываю золото. Очень интересно. Очень интересно. Очень интересно. Да, 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 да. Кто-то недавно говорил о ложных проломах вверх. Поменяем, перевернем пластинку и поговорим о ложных проломах вниз. Да? То есть золото пробило августовский уровень. И ключевой вопрос, который возникает теперь, будет ли это падение продолжаться, или оно развернется, и золото поднимется выше летнего уровня, выше августовского уровня. Гадать не надо, предсказывать не надо, надо следить за августовским уровнем. Если золото поднимется и закроется выше августовского донышка, это сигнал, что построено двойное дно. Опять-таки, на дневном графике, смотрим на МСД гистограмму. Посмотрите на глубину этого дна в августе. Посмотрите на ралли в августе-сентябре. Это называют, сломали хребет медведю. И сейчас у правого края медведь опять толкает все это дело вниз. Так цена сейчас ниже, чем в августе. А медведь сейчас сильнее, чем в августе, или слабее? Вопрос очевиден. Ответ очевиден, да? Поэтому надо быть готовым играть против медведя. Но ждем двух факторов. Во-первых, чтобы импульсная система перестала быть красной. А во-вторых, чтобы цена закрытия оказалась выше, чем донышко августовского дна. То есть, готовимся к покупке. Но ждем вот этих двух сигналов. Объективных сигналов. Открываю нефть. Всегда начинаем с недельного графика. На недельном графике мы видим, что нефть растет. Цена выше ценностей. И все время забирается все выше и выше. Тренд идет вверх. Смотрим на дневной график. И вот что еще. В краткосрочной перспективе нефть немножко переоценена. Потому что нефть сейчас уже бьет по верхнему конверту. Но при этом дивергенции никаких особых не наблюдается. Уровень МСССР поднимается. Мы не знаем, где она становится. Так что сейчас, глядя на предыдущий пик, который был в августе, и на пик, который был в июле, мы видим, что август был так же силен, как июль. Поэтому дивергенции никаких не присутствует. Нефть стоит на повышение. Единственное, что я не люблю гоняться за ценами. Поэтому я всегда стараюсь покупать, играть на повышение в зоне ценности. А сейчас нефть возле верхнего конверта. Слишком высоко. Опуститься в зону ценности, будем смотреть купить. Спасибо, Александр. И завершим пока по традиции. Нашим любимцам. У Wall Street Journal вчера была статья, что есть эта самая компания Binance. Одна из крупнейших криптовалютных компаний. И что Америка делает все возможное, чтобы их закрыть. Собираются иски против них вчинять. Основатель компании никуда не выезжает из Дюбая, потому что боится, что его задержат и экстрадируют. И что высшее управляющее звено компании бежит. Все уходят с работы оттуда. И что если эта компания на самом деле треснет, то это очень плохо отразится на всей криптовалюте, потому что ликвидности станет меньше. Это да и т.п. То есть такая грустная статья. Но я читаю со стороны, поскольку криптовалютой я скептик. А глядя на рынки, недельный слева, дневной справа. Все очень плоско. Ценность плоская и цена сидит на ценности. И когда цена сидит на ценности, то я не вижу никакого бенефита. То есть биткоин правильно оценен, говорит этот график. Примерно правильно оценен. Поэтому я просто не вижу здесь каких-то возможностей интересно им торговать. Если, Роман, если вы возьмете недельный график, немножко откатите его влево, то есть чтобы мы могли увидеть историю немножко больше. Вот, кстати, потрясающий двойной топ, который я помню пару лет тому назад мы разбирали в одном из наших вебинаров. Двойной топ вот такой. Сложным пробивом вверх. Биткоин по 66 тысяч долларов. И все в восторге. Следующая остановка на Луне. А это был двойной топ с дивергенцией. И в другой раз двойное донышко тоже с дивергенцией было в начале этого года, в январе. Вы видите, как биткоин опустился где-то до 18 тысяч, потом еще немножко ниже. Извините, в ноябре. В ноябре этого года, я не правильно сказал. В ноябре 22-го года. И вот-вот, вот здесь вот. Двойное дно. Предыдущее дно было несколько месяцев раньше. Двойное дно. Глубина и мысли гистограммы. Глубина и мысли гистограммы справа. Дивергенция. Ложный пролом вниз. Поехали. Похоже, что это ралли закончилось. И ничего не происходит. Все очень плоско на самом деле. Так что не нужно быть даже скептиком по биткоину, чтобы сказать ничего. Это как старая советская песня. Высоцкий, в мой взгляд, пел письмо из тюрьмы. Ребята, напишите мне письмо. У нас здесь ничего не происходит. Вот это биткоин сегодня. Спасибо, Александр. Если хотите, сейчас можете переключиться. Как раз мы посмотрели все инструменты. После этого подведем тогда итоги конкурса. Окей. Одну секундочку. Я только найду этот индикатор. Собственно, даже два. Так, 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 так. А вот. А, нет, я лучше все-таки свое покажу. Тогда вот TradeStation. Zoom. Share screen. And desktop. Share. Окей. Вы видите мой экран сейчас, да? Да. Окей. Тогда я открою два индикатора для показа. Сначала один, потом другой. Ну, это, это такой классический индикатор новых высот, новых низов. Цифры по этим, цифры по этим индексам на конец вчерашнего дня. Слева недельный график S&P. Справа дневной график. И индекс высот, низов в трех временных зонах. И мы видим, что все, все четыре окна, недельный и тридневных, все находятся в медвежьей территории. Но при этом мы видим то же самое, что мы видели на вашем, собственно, на вашем экране. Недельное, у самого правого края, недельное S&P ниже конверта. Это зона, где обычно падение заканчивается. И когда мы опускаемся и смотрим, значит, на новый, индекс новых высот, новых низов, мы видим, что максимальный удар вниз произошел на прошлой неделе, в четверг. И с тех пор давление вниз все меньше и меньше. То есть, это напоминание, не паниковать, не паниковать. Я вам покажу еще один вариант вот этого индикатора новых высот, новых низов. Это, ну это вообще, так сказать, в народе этого нет. Хотя это индекс новых высот, новых низов, помноженный на капитализацию акций. То есть, если, допустим, акция Amazon или Apple оказывается в списке новых высот, новых низов, это гораздо более значимый сигнал, чем если там какая-то акция электроэнергии Махасранска оказывается в списке новых высот, новых низов. Деньги совершенно другого плана. И красная линия – это новые низы, помноженные на капитализацию. А зеленая – это новые высоты, помноженные на капитализацию. И здесь мы видим, что когда вот эта вот красная линия, значит, это индекс новых низов, поднимается выше 20 миллиардов долларов, вот, да, то начинается донышко. Выше 20 миллиардов долларов. Донышко. выше 20 миллиардов долларов донышко. И сейчас она выше 20 миллиардов долларов, да. То есть, мы очень близко, я думаю, к донышку сегодняшнего рынка. Вопрос идет, может быть, пару недель, а может быть, даже и быстрее. Вот сказать то, что я хотел показать. Окей? Спасибо, Александр. Тогда я перехватываю… Отдаю вам контроль. Как два пилота, да? Беру штурвал, отдаю штурвал. У них даже какое-то специальное выражение есть. Самолет ваш, самолет мой. Главное, бензин проверить, чтобы долететь, чтобы опять в поле не садиться. Полбака один слил, полбака другой. Да, это в одном из фильмов было. Но это там не про самолет было, а про корабль. Окей, слушаю вас. Конкурс как раз хотел подвести как раз итоги. Со своей стороны скажу то, что достаточно было много участников, кто предлагал позиции в лонг. Большинство из них закрылись по стоп-лоссу. И были позиции, которые предлагались в шорт, но в начале, точнее, в конце августа. Часть из них тоже закрылась по стоп-лоссу, так как наблюдался как раз небольшой рост, и падение как раз уже началось в сентябре. И в этот раз у нас победил участник, который предложил акцию Oracle по имени Сергей. Сергей, обязательно свяжитесь с нами, и я расскажу, как получить книгу с автографом Александра. И, как всегда, хотелось бы посмотреть эти сделки. Вот сейчас добавил Oracle. И здесь сразу же скажу то, что сделка предлагалась в шорт на локальном максимуме перед публикацией отчета о доходах. Это я уже тоже проверил. Буквально за несколько дней до. И вероятность ставка была сделана на то, что цена подошла к локальному максимуму, то есть скорее отскочится от него, чем пробьет. И, собственно, в этот момент эта позиция сработала. Как у нас в конкурсе обычно бывает, победителя не судят. Но хотелось бы услышать ваше мнение по поводу такой ситуации. Потому что, возможно, те, кто начинают, они могут быть неподготовлены. И, возможно, порассуждать, как бы вы действовали и действовали ли как-то в этом случае. Роман, у меня есть несколько параметров, четыре параметра, которые я проверяю перед каждой сделкой. Я их называю четыре барьера. Если акция натыкается на один из этих барьеров, то все, я закрываю и иду дальше. Дальше даже не смотрю. Вчера чуть-чуть накололся. На рынке, ну вот ничего, никаких привлекательных акций. И была одна акция, у которой четвертый барьер был не в порядке. И я решил ее закоротить. К концу дня я убежал с 700-долларовой потерей. Ну, это совершенно, так сказать, копеечные деньги. Положил 700 долларов на стол, заплатил и убежал. Посмотрел сегодня утром. Если бы я не убежал вчера вечером, то сегодня эта потеря была бы уже 4000 долларов. Вот это вот четыре барьера. Но самое худшее в том, что эти барьеры не всегда работают. То есть иногда барьер говорит, Вася, иди домой. А на самом деле начинается вечеринка, пьянка, девушки в легких платьях. Вот так вот. То есть это не то, что 100% плохо, но это процентов, скажем, 20-25 плохо. Поэтому, когда у человека очень чешется, ну ладно, я сегодня через барьер туда перелезу. Ну вот вчера перелез и немножко штаны порвал. Так вот, для меня торговать перед сообщением компании о доходах, вот это один из этих барьеров. Один из, пожалуй, один из самых важных барьеров. Потому что, если компания нечестная, то люди уже торгуют, знают, какое будет сообщение о доходах, и поэтому все равно ничего не произойдет. А если компания честная и ничего действительно не говорит, ничего не утекает из нее, никакой информации, то эти вот сообщения о доходах, они могут жутко перевернуть любой тренд. Поэтому первая цифра, на которой вот первый барьер, на который я смотрю, когда увидел интересную сделку, хочу, ах, какая девушка, надо подойти поговорить, да? И верным делом я проверяю, когда будет сообщение о доходах. Если это сообщение будет, скажем, в течение недели, то пускай она разговаривает с другими. Мне этого не надо. Нарывался слишком много раз. Вот поэтому в данном случае мужику повезло, да? То есть, или может у него внутренняя информация была, сомневаюсь. Ему повезло. То есть он сделал эту сделку до сообщения, до выхода сообщения о доходах. Сообщение было неблагоприятным, он коротил и прекрасно выиграл. Совет. Положи деньги в карман, потрать, инвестируй, получи удовольствие. Но не делай этого больше, потому что ни с первого, ни со второго, может быть, даже не с третьего раза, но нарвешься, все отдашь. Спасибо, Александр, за ваши комментарии. Еще это дружеские советы. Вы уж понимаете, это не из-за каких-то низменных побуждений. Просто от горького опыта. Много заплаток на штанах, на штанах от предыдущих попыток перелезть через барьер. Все, я к нему близко не подхожу. Спасибо, Александр. И еще одна сделка, которая как раз была предложена, но закрылась по стоп-лоссу. Тоже посмотреть и порассуждать. Это компания InFace Energy. Недельный график. Здесь предполагалась сделка на покупку. Здесь дневной. И сделка в итоге закрылась по стоп-лоссу. Чуть-чуть туговат был стоп. Единственное, что бы я сказал про эту сделку. Я сам торговал на повышение InFace на прошлой неделе. Если мы посмотрим сейчас на дневной график. Смотрите. Начинаем от дневной график с левого края. на недельный график сначала. Та неделя, которую наш участник поставил на повышение, импульсная система была красная. Это нерегальная сделка. Смотрим на дневной график. Значит, идем от левого края. Цена. Гэп вниз. Три бара поперек. Опять гэп вниз. Небольшая ралли. Спад. И потом спад, спад, спад. Потом такой длинный крутой бар вниз. Резкий такой крутой бар вниз. Вот это он, да? Немножко какая-то коррекция. И вот на следующем баре товарищ купил. Я бы не стал там покупать по ряду причин. Это идет, эта сделка, это типа как ловить падающий нож. Вот нож падал, падал, вот все, 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 ниже не упадет, да? Обычно, нож может быть ниже пола не упадет, но акции очень часто, когда вот у них такой сильный импульс вниз, все вниз, 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 а потом отскакивают вверх. Они обычно тестируют это дно. То же самое произошло и здесь. Произошел один тест вниз, произошел второй тест вниз, собственно, где это, да? И вот можно было купить после первого теста, можно было купить после второго теста то, что я сделал. Всего несколько дней держал эту сделку, сделал небольшие деньги, средние деньги и ушел. но вы видите, вот как падение замедлилось, падение замедлилось, и это донышко тестируется и тестируется, и оно держит, да? Вот где надо покупать. То есть, наш участник поторопился, поторопился немножко по двум параметрам. Недельный график был нелегальный, и дневной он покупал вот прямо с самого донышка. не надо ловить главное дно, не надо ловить главный верх. Снимите кусок из середины, кусок из середины, вот мой хлеб. Спасибо, Александр. С удовольствием. Посмотрели на все бумаги, которые, соответственно, на конкурсе победитель и одна из сделок, которые закрылись по стоп-лоссу, поэтому я тогда предлагаю перейти непосредственно к отдельным бумагам. И первая бумага, которая у нас была в списке, это ASML. Мы говорили про нее, может быть, полгода назад или год назад. Я ее торговал позавчера, в понедельник, но к концу дня закрылся, сделал копейки какие-то, заплатить за комиссионные и все. Кстати, Роман, я на секунду еще вернусь к предыдущему разговору. Вы колоссально хорошо ведете этот вебинар. Понимаете, в большинстве случаев, когда люди ведут вебинар, они показывают вот успехы, тут успехы, все гениально, несите деньги, да, а вы показываете на обе стороны медали. Вот даже в разборе соревнования вы всегда показываете, так сказать, золотую медаль, кто выиграл, и выбираете какую-то проигрышную сделку. Проигрышные сделки лучше учителя, чем выигрышные сделки, на самом деле, да, и то, что вы смотрите на обе стороны медали, это очень необычно, и я уверен, что вашим, нашим зрителям, слушателям это очень полезно. Возвращаемся к этой акции ASML. Вы знаете, жена мне, жена мне говорит, ничего-то я не отоварился еще. Я где-то год тому назад стал говорить, что это акция, которую я хочу купить в долгосрочное держание, но я не любитель в долгосрочных держаниях, я вот купил, продал, купил, продал, я более краткосрочный трейдер. Компания невероятно интересная, современный мир весь построен на чипах, на электронике, на этой. А главные компании по производству чипов это TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing, но в Америке Oracle делает чипы, еще какие-то компании в Китае делают чипы более низкого качества, потому что у них аппаратуры хорошие, самые лучшие им не продают, а компания, которая делает машины, которые делают чипы, да, то есть у всех есть машины, на которых можно делать чипы, разного качества машины, но есть только одна компания, которая выпускает машины для производства машин, для производства чипов, и это вот это ASML. Название, кстати, легко запомнить, по-английски ASML, это Small, Medium, Large, ASML, ASML, оно мне, у меня на экране есть обычный списочек обычный, есть всегда списочек низких акций, которые месяц за месяц торгуют ими, то вверх, то вниз, но это сказать, это мой, как говорит один мой друг в Берлине, это у него есть гарем, он говорит, 200 акций, которые мы всегда торгуют, ну у меня гарем поменьше, не трехзначное, а двузначное число, но вот ASML это четко входит в гарем, хорошая акция, очень техническая, ходит очень дисциплинированная, смотрим на нее здесь, ASML в медвежьей фазе, на недельном графике мы видим, что MACD гистограмма на рекордных уровнях уже вниз, что индекс силы показывает панические продажи и смотрим на дневной график, ну вот сегодня среда, в понедельник эта акция вроде хотела подняться, я ее прикупил и к концу дня ее продал, купил за доллар, продал за доллар и пять центов, так что невелика прибыль, но хорошо ушел, потому что на следующий день он действительно тряхнулся еще сильнее, рановато покупать еще, просто рановато, рановато, но бывает руки чешутся, но главное не засиживаться с такими акциями. спасибо, Александр, кстати, что вы думаете по компании ARM, вы знаете, я видел ваш вопрос, вы мне прислали его, ничего не думаю, вот просто ничего не думаю, по той простой причине, что не знаю, не знаю, то есть ну конечно, все они говорят, что это важная компания, что у них технология, у них то все, пятое, десятое, но если вы поставите график ARM, я за графиком смотрю, ее выпустили, по-моему, дней 6-7 тому назад, и с тех пор она торгуется все дешевле и дешевле, да, то есть компания сейчас торгуется все это время, она только в первый день была немножко выше цены выпуска, и если бы я взял экран, ну не важно, три компании вышли на прошлой неделе, были выпущены первоначальные эмиссии, это ARM, карт, Инстакарт, это компания по доставке еды, я сейчас смотрю, ARM, да, и она была выпущена по цене, сейчас скажу, так, недельный график, ARM была выпущена по цене 56 долларов, а сейчас она стоит 52, карт, Инстакарт, была выпущена по цене, была выпущена по цене 42 доллара, сейчас она стоит 28, да, еда протухла, и третья компания, даже не знаю, что, что они делают, маркетинг какой-то, по-моему, тикер KVYO, ее выпустили по цене 36,75, а сейчас она стоит 35,5, то есть, вот все эти, так сказать, большие эмиссии, которые были на прошлой неделе, они все плохо себя ведут, и это, кстати, показатель того, что рынок в нездоровом состоянии находится, так что, а по технологии у меня мнения нет, просто нет, нет знаний, и поэтому нет мнения. Хорошо, спасибо, Александр. Открыл следующую бумагу Walgreen Boots Alliance. Медвежья, медвежья акция, недельный график достиг, MSD гистограмма достигла новых низов, на дневном графике с правой стороны вроде дивергенция намечается, скучная компания, но это огромная сеть аптек, сказать, ничего, сказать, особо увлекательного в ней нет, спокойная акция, если кому дивиденды нравятся, пожалуйста. Скучная акция. Давайте посмотрим еще на одну бумагу, это Dell. Да, это не скучная акция. Колоссальный гап здесь, наверное, сообщение, вот здесь, наверное, сообщение о доходах было, да? Да. Представляете, какой-то бедолагу, который вот смотрит вот до этого гапа и говорит, да, ралли задыхается, не может подняться выше, продам-ка я ее на понижение. Бац! Вот так вот, да, бац, вот это. Дата сообщения о доходах может перевернуть любую лодку. Не подходить, не подходить, не подходить. То есть, кто-то, можно было купить лотерейный билет, но можно было серьезно проиграть. Роман, обижательно ставьте несколько минут один из вопросов, которые вы прислали. Я бы хотел очень-очень актуальный вопрос считать для большинства трейдеров, хотел бы обсудить. Но я не тороплюсь, можно немножко протянуть дальше. Какие еще акции вы хотите смотреть? У нас буквально две акции еще осталось. Это Splunk. В ней тоже был активный рост. SPLK что-то очень знамое. Одну секунду. SPLK это что-то колоссально знакомое. Одну секунду, я посмотрю. Так, 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 так. SPLK SPLK Splunk А, это софт какой-то. Глядя на то, как акция себя сейчас ведет, я бы сказал, слишком долго искать новости, но я думаю, что это takeover какой-то. То есть был выставлен бид на эту акцию, потому что если я вижу вот такой тренд гап, и после этого гапа цена становится совершенно плоской, да, это обычно выставлен бид на эту акцию, и, видимо, бид, который будет окончательным и успешным, потому что других бидов нет. кому повезло, купил оранж, или у кого был хороший слух. Спасибо, Александр. И еще одну, смотрел несколько бумаг как раз автопроизводителей, Tesla, наверное, чувствует себя чуть лучше, но вот здесь NIO добавил. Ну, я, в принципе, не торгую, я не торгую акциями мяса, потому что я вегетарианец, я не торгую акциями китайскими, потому что я антикоммунист. Но, глядя на эту акцию, она возвращается, возвращается в какую-то такую долгую-долгую недельную площадку, был какой-то взлет, оптимизм, а сейчас оптимизм выветривается, и опять будет длинный скучный период, горизонтальный. Вы знаете, если вы хотите посмотреть на занятную акцию, которая наверняка известна многим вашим большинству, всем вашим участникам, попробуйте Microsoft, MSFT. Одна из песен в нынешней рыночной панике это то, что вот эти семь великанов Apple, Amazon, Google, Microsoft, Tesla и тогда семь великанов, что значит сейчас они все пойдут под откос. Не уверен. Смотрим на Microsoft. Значит, вот с левой стороны недельный график, был колоссальный взлет, конечно, который закончился таким вот пальцем в небо. вот это один скрипт. Вот так вот часто заканчиваются бычьи рынки. Палец в небо. Какие-то гении. Понимаете, был же какой-то человек, который купил по верхней цене. Ему, наверное, очень нужна была эта акция. Ну, короче говоря, палец Microsoft упал, поднялся и сейчас находится в падении опять. Проверьте цену на первом донышке и на втором. Вот на этом сначала. Если вы хотите, я вам скажу цену. Да, даже не надо. Мне это просто взять, потому что у меня это на экране. Одну секунду. Где он? А, вот, нашел. Значит, на первом донышке низшая самая цена была 311 долларов и 55 центов. А на этой неделе 310 долларов и 2 цента. То есть пробой вниз получился на полтора доллара. Это на полпроцента. На полпроцента, да? И в данный момент в данный момент Microsoft торгуется по 311 24. То есть если он поднимется еще на 26 центов, то получится ложный пролом вниз. Смотрим на недельный график. Я готов к тому, что увидит ложный пролом вниз. Смотрим на дневной график. Видим двойное донышко, те же самые цифры, и сравниваем глубину эмэйсидегистограммы. На первом донышко и второе. То есть особенно индекс силы. То есть колоссальная быча и дивергенция. То есть складывается покупка. Покупки еще нет. Ее нет, потому что импульсная система красная как на недельном графике, так и на дневном. Но эта информация есть на вашей системе, адмиралс. То есть человек, который пользуется этой системой, может отслеживать эту акцию и дождаться, дождаться, когда импульсная система перестанет быть красной. А сигналы складываются на покупку. Только вот еще барьер стоит. Убрать барьер и побежали. Вот так вот я подхожу к выбору акции. Чем интересуется публика, где горячо, где большой объем, а потом смотрим на технические параметры. Спасибо, Александр. Мы посмотрели все бумаги, даже больше. Спасибо, что предложили посмотреть на Microsoft. Теперь можем перейти к вопросам. Вы знаете, я отвечу сначала. Пару вопросов очень коротеньких. Кто-то спрашивает, имеет ли для вас значение процент владения институциональных инвесторам, хедж-фондов при выборе акций? Нет. Это данные, которые медленно изменяются. Нет, я на них не смотрю. Вы знаете, нельзя объять необъятное. Все информации не рассмотришь. Я не считаю первоочередной информацией. Другой вопрос. Что вы думаете о таких инструментах, как SPXS и SQQQ? Стоит ли использовать их для хеджирования рисков при покупке акций? Я считаю, что хеджирование может быть полезно, если у вас 300 миллионов долларов в фонд. Консервативно хеджирование. все. Если у вас не 300 миллионов, а скажем, 30 тысяч долларов, какое хеджирование? Даже 300 тысяч долларов. Какое хеджирование? Просто будьте осторожны. Хеджирование стоит денег, и для персонального фонда это трата денег, скорее всего. Вот здесь вот еще интересный вопрос пришел. Наш участник Денис пишет. Потерял деньги? Как психологически выжить, если понял, что сам виноват? Что делать? Как выйти из замкнутого круга, когда постоянно обучаюсь, но не торгую, боюсь потерять снова? Как вы думаете, это испытание жизни? рата-та-та-та-та-та-та-та. Я довольно много лет тому назад, ну, не очень много лет тому назад, разработал то, что я считаю лучшим способом выйти вот из провала. Потому что главная проблема с выходом из провала это не деньги. Главная проблема это ощущение, чувство. Вот как товарищ пишет. Анализирует, анализирует, боится деньги потерять. как выйти из этой ситуации, как выйти из глубокой просадки. Я называю свой метод выхода дружескими наручниками. Дружескими наручниками. Значит, метод заключается в чем? Вы берете, значит, берете размер своего счета и размер сделок, которые вы обычно делаете. Допустим, ну, скажем, у вас 100 тысяч на счету и вы стараетесь сделать в сделке 2000 долларов или рублей или чего-то. У вас 100 на счету и вы хотите сделать, может быть, 2000. Вы урезаете свой размер, урезаете на 90%. То есть, теперь вы стараетесь сделать не 2000 на 100-тысячном счету, а 200. И спросите себя, от потери 200, я не знаю, то ли это долларов, то ли рублей, эта потеря расстроит вас или нет, если вы потеряете 200 или зеленых, или деревянных. то есть, понизите размер своих торгов до такого ничтожного размера, на котором деньги уже просто не играют. И теперь вам нужно сделать 20 сделок с этим размером. В конце этих 20 сделок вы должны быть прибыльными. То есть, вам нужно набрать большинство прибыльных сделок из 20 и уверен, что прибыльных будет больше, чем проигрышных, и общая прибыль будет хорошая. После этого вы можете увеличить свой размер на 50%. Если раньше вы тянулись за 200 рублями или долларами, то теперь тянетесь за 300. И опять то же самое. 20 сделок, большинство из них прибыльные, прибыльные в общем по сумме. После этого опять можно увеличить на 50%, не больше, не на 51, не на 52, на 50%. То есть с 200 вы поднялись до 300, теперь можно 450. И вот так продолжаете идти. Что произойдет, когда вы будете играть на бирже таким образом? Суммы такие копеечные, что вы перестанете думать о деньгах, вы будете думать, а размер очень такой напрягающий, потому что работаешь, работаешь, а отдачи очень мало по деньгам получается. Поэтому единственное, чего вы хотите, скорее бы набрать свою двадцатку и шагнуть выше, набрать еще одну двадцатку, шагнуть еще выше. И таким образом ваша голова перефокусируется с денег на качество игры, а тем менее вы 50, 50, 50, вдруг оказывается, что вы начинаете играть на такую значимую сумму. Вот это метод дружеских наручников. Посадите себя в наручники, резко понести уровень игры. Мне это напоминает, когда я активно занимался психиатрией, у меня был кабинет в самом центре Манхэттена, на 57 улице, напротив Карниги Холл. Приходили иногда пациенты с какими-то сексуальными нарушениями, и старается, не получается, старается, не получается. И я всем ставил условия для работы. никакого секса, пока я не дам им на это дело разрешения. Наступало колоссальное облегчение. Не надо было стараться, не надо было бояться, не надо было извиняться. Доктор запретил, да? Вот теперь мы могли поработать и разобраться, в чем проблема. И, как правило, это заканчивалось тем, что пациент приходил такой, ой, извините, я, значит, нарушил запрет, но все прошло очень хорошо. Но в данном случае с трейдингом не рекомендую нарушать этот запрет, ну вот 50-50-50. Кстати, я сам себя подвергаю этому методу, давно, это уже года два не было. когда серьезная просадка получается или нарушение дисциплины, я понижаю свой уровень торгов на предыдущую ступеньку, и чтобы вернуться к своему уровню, я должен опять набрать свою двадцатку. Это колоссальное подспорье в дисциплине, в спокойствии, в работе над собой. Главный трейдинговый аппарат не компьютер, это то, что между ушами, поэтому желаю вам успеха. Спасибо большое, Александр. Разобрали много бумаг, ответили на большое количество вопросов, посмотрели с рынки. Спасибо большое, Александр. Как всегда, время пролетело незаметно, час, уже даже чуть больше. Даже водку не допили. Спасибо большое, завтра у нас пройдет встреча на английском языке, а также, кто хотел бы, то сможете также подключиться, и в следующий раз мы уже увидимся с Александром в октябре. Спасибо большое, и желаю вам хорошего дня. Всего хорошего. И со своей стороны, уважаем участники, также хотел рассказать про индикаторы Александра, которые доступны клиентам Admirals, на пятом MetaTrader. Для того, чтобы его получить, необходимо написать нам на почту elder-disc собака admiralmarkes.com и в ответ на это письмо мы вам данные индикаторы как раз направим. Сейчас тех, кто нас смотрит еще в Zoom, я отправляю почту в чат, для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале, то почта будет написана в описании к видео, безусловно. Индикаторы доступны для всех клиентов Admirals с реальным счетом более 200 евро. Если у вас еще нет реального счета, то также можете написать, подскажем вам, как его можно открыть, и наши специалисты помогут по всем вопросам. И, соответственно, на ваш запрос мы отправим вам сами индикаторы, шаблон, видеоинструкцию по установке, и вы сможете установить их точно так же, как сейчас это было перед вами в ходе нашего вебинара, использовать их точно так же. Также про конкурс, свидетелями которого вы уже были, и, соответственно, если вы еще не принимаете участие в нашем конкурсе, то рекомендую это сделать. Конкурс проходит у нас на YouTube канале Admirals. Для тех, кто в Zoom, присылаю сейчас в чате, для тех, кто на YouTube, вы уже там, где, собственно, нужно, и где конкурс проходит. Собственно, что нужно для участия? Во-первых, быть подписанными на YouTube канал Admirals, поставить лайк к видео, которое вы смотрите, предложить одну сделку по одному активу, который торгуется в Admirals. у нас более 5000 разных инструментов, поэтому всегда можно найти тот, который подходит. Но всегда вы можете проверить в MetaTrader или на сайте и предложить сделку по одному инструменту, то есть предложить цену входа, стоп-лосс, тейк-профит и дату поста, когда вы ее предлагаете. Вы можете предлагать, то есть это торговля на бумаге, вы предполагаете, что цена пойдет по какому-то активу с точки зрения вашей торговой системы или торговой системы Александра, если вы хотите ее сразу же применить. Вы предлагаете исход сделки и сделка может идти как один день, так может неделю, может быть месяц, но главное, чтобы она полностью отработала в период с одного вебинара до другого, то есть, соответственно, с 28 сентября до 25 октября, когда у нас будет следующая встреча. Соответственно, тот, чья сделка закроется с прибылью и если она будет закрыта по take profit, соответственно, и процент движения будет больше по сравнению с другими участниками, соответственно, этот участник и получит книгу с автографом Александра. Как я уже сказал, то есть, это может быть один день, это может быть неделя, может быть в рамках всего месяца, поэтому сделки, если у вас уже есть что-то на примете, вы можете предлагать, это такая дружеская, дружеский конкурс, на котором как раз можно потренироваться, попланировать как раз эту сделку на среднесрочную, многосрочную перспективу и в конце получить приятный приз, книгу с автографом Александра. и важный комментарий, важное замечание. Те сделки, которые вы предлагаете в конкурсе, те комментарии, которые вы оставляете с предложением вашей сделки, их нельзя редактировать. Если вы хотите что-то добавить, то пишите в дополнительных комментариях под первым комментарием, но его нельзя редактировать. Если там будет значок, что комментарий был отредактирован, то такие сделки не принимаются в конкурсе. С моей стороны это все. Как я уже сказал, завтра пройдет встреча еще раз на английском языке, также сможете подключиться. И с вами увидимся в октябре, в следующий раз, 25 октября, пройдет наш следующий вебинар. Всем желаю хорошего вечера, хорошей недели и всем спасибо за участие и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok